здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами обсудим очень интересную вещь звезда давида миллионы людей носят на шеях украшение шестиконечную звезду давида которая на иврите называется маген давид щит давида что это за звезда почему она шестиконечная что она означает а это очень очень интересно царь давид родился и умер в праздник шавод написано что всевышний он делает ровными и четкими дни жизни праведников в тот день когда их душа спускается в наш мир в этот день душа возвращается куда не нужно вернуться и они вот рождались и умирали в тот же самый день и так царь давид родился в праздник шавод его прабабушка из народа моавитян стора говорит это очень жестокие люди когда вы вышли из египта и шли мимо них они запрещали вести с вами любую продовольственную торговлю они не хотели давать вам еду чтобы вы там погибли в этой в этой пустыне очень жестокие люди и тора категорично запрещает на них жениться нельзя с такими людьми породняться они очень жестокие очень скупые не дали вам еду когда вы в этом нуждались как же тогда получилось что у царя давида прабабушка моавитянка как же так получилось что великий праведник боас глава поколения глава санедрина верховного суда женился на моавитянки если тора говорит что они такие жестокие на них нельзя жениться письменная тора пишет определение нельзя жениться на моави потому что он вот эти люди не вышли к вам на встречу с едой ашер луки дмует хэм блехэм убымаем это говорит письменная тора очень такое короткое четкое определение но у нас еще есть устная тора это пояснение очень расширенная форма торы устная тора которая вначале передавалась от отца к сыну от учителя к ученику но в результате была записана кратким кодексом который называется талмуд и вот в устной торе великий праведник боас говорит вы знаете то что написано в письменной торе что нельзя на них жениться это имеется ввиду только моавские мужчины почему потому что именно на мужчинах лежит ответственность за то что происходило они должны были мужчины выйти и накормить путников едой но женщина она должна сидеть дома она должна быть скромной женщина не должна выходить кормить людей на улицу и поэтому к женщинам нету никаких претензий вообще и вот это была устная тора боас который был великий праведник и великим праведником всевышний делегировал доставать понимать объяснять законы письменной торы ибо сказал можно жениться на моавитянках ибо с пошел публично сделал огромную свадьбу куда позвал огромное количество праведников и старейшин израиля и взял себе в жены прабабушку царя давида великую праведницу рут из которой потом вот произошел царь давид и целая династия колен и царь машех которого мы ожидаем сегодня это тоже потомок шлому и давида и потомок праведницы рут что мы имеем у нас есть три части письменной торы тора пророки писания это первый треугольник но если бы была только письменная тора царь давид он бы не мог бы даже родиться потому что письменная тора говорит нельзя жениться на моавитянах но у нас еще есть устная тора второй треугольник устная тора это мишна гмара и аллаха и именно благодаря устной торе что всевышний разрешает мудрецам как-то комментировать понимать и разъяснять законы письменной торы и в данном конкретном случае босс сказал что можно жениться на женщинах моавитянках они к ним никаких нету претензий они не должны были выходить кормить людей благодаря устной торе был спасен царь давида и вот эти два треугольника шестиконечная звезда первый треугольник письменная тора тора пророки писания второй треугольник это устная тора мишна гмара аллаха щит давида называется эта звезда потому что именно потому что есть обе части торы смог родиться царь давид смог босс жениться на великой праведнице руд и появился у нас царь давид который написал псалмы который построил фундамент для храма отец великого царя соломона будущий отец великого царя машеха которого мы ждем поэтому звезда называется щит давида потому что именно благодаря обеим частям торы смог родиться царь давид это секрет маген давида шестиконечной звезды спасибо огромное за внимание